Благодарю всех во имя Твое Святое и во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава Господу! В это утро Божий Святой Дух дал нам возможность быть в Доме Его. И это хорошее время. Сегодня мы несколько раз об этом слышали. В предыдущие времена об этом говорят братья, служители. И я хочу делиться Божьим Словом. И тема проповеди, она взята из выражения одного великого служителя Божьего. Некоторые знают его историю. Якоб Крекер. Много дел Господь делал через этого человека в России. Сильное пробуждение, сильное движение среди молодежи. И у него была очень большая семья, 10 человек. Очень сложная судьба. Но очень много служения. И однажды, когда он трудился в поле, потому что нужно было кормить семью, к нему подошел молодой человек и говорит, как вы справляетесь, как вы успеваете все сделать? И он сказал, руки работают, а сердце с Господом. И тема сегодняшней проповеди, она так и будет называться. Руки работают, а сердце с Господом. Почему я сегодня в это утро хочу об этом говорить? Потому что, оглядываясь назад, анализируя какие-то времена, слушая многие другие проповеди, очень трудно произвести или провести границу между работой, от которой мы питаемся, от которой мы устраиваем свою личную жизнь, быт и служением Богу. Очень часто, когда подобные проповеди звучат, многие люди чувствуют неуютно себя, и даже иногда те, у кого совесть очень чувствительна, большое обличение, у кого менее, менее, меньшее обличение, но в итоге ответ не находится. Потому что мы понимаем, мы не можем оставить свою работу. И мы понимаем, не служить Богу, не совершать дел, которые прославят Его имя. Тоже так нельзя жить. И вот это слово, эти мысли я хочу оставить, я верю, они помогут нам как-то по-другому понимать жизнь. У каждого из нас сегодня мы живем в такое современное время, есть сотовый телефон, и мы его заряжаем. У меня время от времени они ломаются, но, как правило, хватает на 4-5 лет. На сегодняшний день достаточно неплохой телефон, но как только я его приобрел, аккумулятора хватало даже на двое суток. Уже со временем он стал слабый, и его хватает на полдня. Мне нужно постоянно подзаряжать его, иначе я не могу им пользоваться. Я хотел бы спросить каждого из нас, насколько нам хватает утрешнего служения? Насколько нам хватает вечернего служения, если мы посетим его? Насколько нам хватает силы Божьей, которую мы приобретаем вот в это время? Давайте будем честными, каждый сам собой. Возможно, еще завтра утром мы проснемся, и что-то придет нам на разум из того, что проповедовалось или пелось, или совершалось. на один день, на два или, может быть, три дня, я не знаю. Но мы очень быстро почувствуем, что то, чем мы питались в том служении, оно уже просто израсходовалось, и мы голодны, но заполняем этот голод чем-то другим. Возможно. Есть суета в жизни, и она очень часто сбивает наш ход. Наше шествие, оно просто выбивает нас из смысла или толка нашего пути. И мы будем чувствовать постоянно какое-то неудовлетворенное состояние своего духа, души. Вроде бы мы верующие, вроде бы Библию почитали, помолились, и это будет борьба внутри. Я знаю, что многие сейчас понимают, о чем идет речь. Где найти баланс? Как найти середину? Потому что мы встаем утром, мы волнуемся, особенно если нам вдруг надо за что-то платить, хватит ли денег. Если вдруг мы уже слышали, кто-то на заводе, там, где мы работаем, или предприятие пошел слух, буду сокращать, не попаду ли я под это сокращение. И у нас вопросы за вопросы, вопросы за вопросы. И это каждый день. Где и когда искать Бога? Как совместить все это с Богом, с Его Царством и Увеличием? При этом мы сохраняем свою веру и хотим сохранить ее максимально и иметь хорошее отношение с Богом, видеть великие благословения Божьи. Но так это или нет? Когда-то Иисус сказал, это относилось к фарисеям, и сегодня я об этом не хочу говорить, но Он сказал, чтут Меня языком, сердцем же их далеко отстоит от Меня. Не переходим ли мы в подобное состояние не потому, что мы так хотим, потому что порой то, как мы живем, оно никак не составляется. Чтобы нам было более понятно, человек сотворен три-един. Три-един. Хотя бы что мы понимаем, есть три составные человека – Дух, Душа и Тело, но это все едино. Во Мне и в Тебе это невозможно разделить. Три, но едино. Мы знаем Бог три, но един. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Я хочу, чтобы мы понимали эти божественные вещи. Три-един. И теперь каждый человек какую-то часть посвящает этому три-единству. Есть сколько-то, я сейчас не говорю об этом, сколько, мы посвящаем Духу своей духовной части жизни. Есть сколько-то времени, сил, мы посвящаем Духу, духовной части жизни. Есть сколько-то мы посвящаем своей Душе, душевной части жизни. И есть сколько-то мы посвящаем своему телу. человек три-един. Но есть что-то, чего мы посвящаем больше или меньше. Сильно наполнены Духом, Дух животворящий, если тело чахнет, сохнет, как куда идти? есть тело здорово, крепо, пока жизни нет. Как этот человек может принести плод? Наверное, об этом можно много-много-много говорить. Но, если быть честными, в большинстве случаев, 80%, нельзя, нельзя приводить цифры, нельзя. Это только для того, чтобы нам чуть легче было понять, потому что мы не можем это как-то адресовать, математикой тут заниматься, но просто как бы понять, 80% мы посвящаем телу. Где-то 30 или 35% мы посвящаем своей Душе. И в лучшем случае 5% посвящается Духу человека. Я не просто так бросил вызов, я не хочу быть сегодня жалким обличителем или еще каким-то образом, но если я питаюсь только в воскресенье утром, даже возьми во время своего оборота жизни всего того, что ты делаешь, сколько пищи, заботы, внимания в твоем триединстве получает каждая часть. Мы все предстанем перед Богом. Мы все предстанем, никто не уйдет от этого, и я не уйду. За эту пробусть я дам отчет. Так же, как и за предыдущие. И если Бог будет продолжать доверять мне, я тоже дам отчет. мы дома восполняем голод своей души и духа в личной молитве, где-то время от времени почитаем Библию, даже когда мы слушаем христианское пение, это восполняет наше духовное состояние. Но насколько? Я говорю, что математика сейчас неуместна здесь, но, наверное, правильно было бы, если бы на первом месте стоял дух и хотя бы что 50 процентов. 20 душей и 20 тела. Я говорю, что сегодня математикой мы не будем заниматься, но небольшое такое, ну, как бы, и рассуждение, и исследование, которое очень важно и необходимо провести каждому из нас. В течение всего дня, в течение всего дня об одном или втором или третьем состоянии нашего треединства мы заботимся. Мы заботимся. Это, это, это факт. Это, это то, что мы делаем постоянно. Разве не так, братья и сестры, церковь? Но я вам хочу сказать, когда нарушаются отношения с Богом, тогда все остальное начинает нарушаться. Если мои отношения с Богом нарушаются, я согласен с этим или нет? Вижу я это или нет? У меня начинают нарушаться отношения с моими близкими. с окружающими меня людей, с многими другими. Подумайте об этом, почему иногда хорошо ляг спать, все удивительно проснувшись, через час или даже короткое время, или два, или три, или к обеду вдруг но все было хорошо. И люди иногда говорят, ты что, встал не с той ноги? Почему еще вчера вы любились, а сегодня вы уже ссоритесь? Я мог бы продолжать, я буду открыт. Почему даже и не собирался ты ругаться или каким-то образом конфликтовать с этим или этим человеком, но вдруг это начало иметь место? Давайте будем честными, найдем ответ на вопрос, почему так получилось? Почему дети, родители и многие другие вещи, твой руководитель, твой служитель вроде бы ничего не предвещало? Но это реальность жизни. Я пока хочу этим завести, наверное, нас, чтобы мы рассуждали. если правильное отношение с Богом, тогда выстраиваются правильные отношения с людьми. Это, вы знаете, это по-другому невозможно. Я чуть позже буду об этом говорить. Авраам куда не приходит? Первое, что делает этот человек? В то воскресенье я говорю, путь Авраама легко проследить. По чем? По жертвенникам. Он пришел в эту землю, там живут другие люди, там надо как-то налаживать связи, там надо как-то налаживать отношения. Что делает Авраам? Берет подарки, стадает, идет мириться, идет одарять. Он строит жертвенник Богу. И вдруг все остальное начинает по-другому работать. Куда не приходит, везде строит жертвенник Богу. Давайте будем честными, давайте будем честными. и я говорю сейчас больше о себе. Когда я ехал в облсполком по вопросам, я вставал утром, отмотаем еще раньше, я собирался в церковь, говорю, братья и сестры, берем пост и молитву. Я еду по важному вопросу, помолились. Утром, когда мне надо выезжать в Брест, я вставал, что я делал? Я помолился. В дороге я ехал, что я делал? Я молился. Я подошел к кабинету. Что я делал? Я помолился. Я пошел. Мы понимали, это важный вопрос. Все ли прежде мы возлагаем или ложим на алтарь? Или когда мы зашли, когда мы попытались поговорить, когда мы попытались что-то решить, и ничего не получилось, мы назад. Слушай, давай принесем Богу жертву, без Него мы не разберемся. результат отношений с Богом выливается в отношениях между людьми. Послушайте, братья и сестры, сегодня об этом мы с вами рассуждаем. И Богу важны все области нашей жизни. Для Него очень важно наше тело, потому что это храм Божий, Дух Божий живет внутри. Для Него важна душа. Апостол даже Павел писал сперва что? Душевное, да? Потом духовное. Для Бога очень важно духовное человек. Понимаете, Ему все важно, Он сотворил три едиными, и Он все хочет видеть в правильном состоянии. Работа, потому что я сегодня буду на это делать ударение очень много, работа, которую мы выполняем. Это часть жизни, запланированная Богом. В то воскресенье я говорил, что Господь сказал, и мы вечером с Аней, когда было семейное служение, муж жене пастырь, жена мужу пластырь, мы говорили, что работа это определение Бога. Это определение Бога. В поте лица ты будешь зарабатывать хлебом? Если человек не имеет этого понимания, что-то неправильно. Работа это определение, это часть жизни человека. Эту часть определил Бог. И если посмотреть в соотношении всего прожитого дня, большая часть времени в дне уходит на работу. И мы можем сказать, Бог, тогда ты так сам сделал, что и нету времени для духа или души. Поэтому, друзья, братья и сестры, я верю, что очень серьезно это слово, и над ним нам нужно быть внимательным в рассуждении. Как это понимать? Первое послание Коринфянам, 4 глава, 12 стих. Апостол Павел говорит, и трудимся, работая своими руками. Павел подчеркивает ветхозаветным определением, которыми говорил Бог, Моисей и другие мужи Божии, и трудимся, и он называет труд, работая своими руками. Поэтому, когда мы говорим, то труд человека высоко ценится, если посмотреть во свете Писания, труд человека высоко ценится во всей Библии. Труд, который совершается человеком, он очень высоко оценивается в Священном Писании. И я уже прочел это место Писания, трудимся, работая своими руками. Следующее место Писания Экклесиаста, 5 глава, 17-19 стих. Вот еще, что я нашел, это пишет мудрый Соломон. Соломон, которому была дана мудрость, выше мудрости на земле не было. Ни до него, ни после него. Каким бы ни был великим, Авраам, Моисей, Ной, вот высота мудрости. И этот человек пишет, вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими, кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И здесь мудрость Соломона отмечает, что то, что он увидел, чтобы он наслаждался, трудясь под солнцем. Это доля, которую дал Бог. И если кому, какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Смотрите, оказывается, есть люди, которым Бог дает не просто трудиться, питать, согревать, но даже Соломон в своей мудрости он увидел и говорит, что кому-то дается богатство и имущество. И Слово Божие говорит, то это дар Божий. А я не думаю, что здесь присутствуют люди, у которых нет имущества, нет квартиры, нет машины, дома, может быть, каких-то коммуникаций, которыми вы обустроили свою жизнь. И Слово Божие говорит, это дар Божий, но недолго, потому что тело человека все равно придет к своему концу. И мы то, что имеем, приобретаем, то, чем мы благословлены Богом, нам дано для благовременной помощи. Это нельзя обожествлять. Это невозможно олицетворить тем, что это может стать вечным. Нет. Поэтому, друзья, я сегодня об этих вещах говорю, рассуждая вместе с вами. И мы понимаем, работа – это тяжкий труд под солнцем. Это тяжкий труд. Но она может приносить удовольствие или удовлетворение. Есть моменты, когда ты трудишься и ты счастлив. Есть, когда люди выполняют работу и они чувствуют себя как рабы раздавленные. Почему это происходит? Я проповедь не закончу. Я хочу, чтобы мы понимали, чтобы мы не имели внутреннего конфликта. Ну, а как я могу служить Богу, когда у меня дома не все так легко или в моем кошельке или еще как-то? Дорогие друзья, нельзя искать смысл только в работе. О, я сегодня понял, значит, работать, работать и еще раз работать. Смысл жизни человека заключается в отношении с Богом. И когда твои отношения с Богом, мы идем дальше, они на высоком уровне, ты не работаешь на дырявый кошелек. Вы меня слышите? Пророк Агей говорит, когда Бог обнаружил, что дом Божий был в запустении, дело Божье было в запустении, он говорит, вы трудитесь, вы пашете, вы домой приносите, и то, что даже вы приносите, оно развеивается. И Бог сбросает вызов, говорит, подумайте, посмотрите, почему? Почему? Оказывается, если есть хорошее отношение с Богом, то и работа в радость, и результат работы в благословение, и он не просто питает, а помогает еще тебе имение собирать, которым будешь ты и дети унаследуют его. Я думаю, интересно продолжать, не так ли? Стоит. Поэтому, друзья, сегодня я говорю об этих вещах, и я стараюсь спокойно говорить, потому что есть люди, которые все, мы все кидаем, мы все оставляем, мы только для Господа служим. послушай, тебе придут счета, твоя одежда сносится, ты не в пустыне, Моисея. Тебе придет время, тебе надо жить. И потом ты скажешь, Бог, я все оставил ради тебя, я последую за тобой, где ты, Господи? Он скажет, послушай, работа это часть моего удела. Вот почему мы молимся и говорим, Господь, дай нам мудрости, дай нам мудрости во всем. Еще одно место Писания, это тот же мудрый экклесиаст, о котором мы говорили в пятой главе, немножко раньше, во второй главе, одиннадцатым стихом он говорит, «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Подожди, Соломон, давай разберемся. Во второй главе ты пишешь, что нет пользы, в пятой главе ты пишешь о том, что это дар Божий, что это благословение и многое другое, и мы читаем в этих текстах. Потому что большое благословение в работе получать удовольствие, в работе, которую Господь благословляет. Когда ты работаешь на дырявый кошелек, собирал, 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 и вдруг потерял. Какое твое удовлетворение? А когда ты работаешь и глядишь, мир в сердце, мир дома, на столе еда, все одеты, и еще послужить можешь, и снова приходит работа с руки Божьей, и даже если ты на одном и том же месте работаешь, и даже если ты на предприятии, в одном и станке, и в другом станке, но когда Бог благословляет и заказы есть, для тебя есть успех. Понимаете, о чем я говорю? Это не просто работа ради работы, как воздух бить. И Соломон, он имел мудрость, он пишет об этом. Он говорит о том, что работа приносит радость, благословение. Это как ответственность, это как исполнение моей обязанности перед Богом. Это моя обязанность перед Богом, и когда я ее выполняю, когда мы чуть дальше еще пойдем, когда я это понимаю, я радость получаю. Радость получают вокруг. Это будет то, о чем Соломон в пятом главе говорил. Давайте мы Новый Завет посмотрим. 1 Коринфян 10 глава 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Смотрите, все делайте во славу Божью. Кушайте, еще что-то делайте, иное делайте во славу Божью. Во славу Божью. Понимаете, это огромная разница. И нам нужно найти середину не между работой и духовной частью, где я оставляю работу, начинаю только молиться, поститься, читать Библию. Нет, нам нужно найти середину в работе, где работа благословения, где работа на дырявый кошелек и изнемождение. Вот здесь эту середину надо найти многим людям. И я думаю, Бог нам сегодня поможет. Еще одно местописание Колосиным, 3 глава, 23 стих. И все, что делайте, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Оказывается, в деле, в труде, все, что ты не делаешь, делай это, как для Господа, а не для человека. Работаешь на заводе, не работай, как для директора, работай, как для Господа. Ведешь бизнес, веди его, не как для бизнеса, а как для Господа. Что это значит? Пусть люди хотят заключать с тобой сделки, пусть они это делают, не боясь, что ты их кинешь, обкрутишь как-то. Начинали так, обещал, закончили, вообще ничего не дал. Понимаете, как для Господа. Все, что не делаешь, как для Господа. То есть, смотрите, работа в удовлетворении, когда Бог может сказать, через твое дело, это я его благословляю. посмотрите на Иосифа. В доме благословляют, ему завидуют. В доме Патифара благословляют, на его покушаются. В тюрьме благословляют, его предают, забывают. Господь на это видит, что человек делает все от сердца, как для Господа, и Господь с ним. и приводит его в дом фараона. И тот говорит, я только перстом выше тебя, а все остальное твое. Если ты работаешь, как для Господа. Это текст и Писание, друзья мои. Есть такая пословица, то, что одному в радость, другому в тягость. И один в радость это делает, а другой в тяжесть это делает. И иногда это заметно в служении. Один на крыльях летит там на репетицию, на молитву, другой идет, как бурлаки на Волге. Кажется, Боже мой, у жены я хочу сейчас обратиться к мамам, к женщинам, которые дома, хозяюшки, от своей мамы слышал, что я для Господа сделала. И однажды Господь сказал, ты детей поднимаешь для меня. Вот теперь я хочу для хозяюшки. Знаете, был такой выдающий муж Божий, Билигрэм, да? Так вот, у его мамы дома, над подсудомойкой, висела такая табличка, бирочка, служение Господу совершается здесь три раза в день. Сынок ей подарил это, Билигрэм. Служение Господу здесь совершается три раза в день, потому что мама утром кормит, моет посуду, в обед, вечером. Это в радость тебе, брат, сестра моя, брат, церковь, это в радость удовлетворение получаешь в том, что ты служишь детям, служишь кому-то. Вы понимаете, о чем я говорю? Все, что не делайте, делайте, как для Господа. Любое дело. Братья и сестры, церковь, хозяюшки, я сейчас не касаюсь особого того служения, которое в церкви проходит на кухне, я говорю о том, что образ жизни человека, мы не можем выбросить большую часть у дела Божьего, в котором нам надо трудиться, но мы можем в этом труде делать так, жить так, работать так, что он будет прославляться. Аминь. Немножко я в армии не служил, но из тех времен, хотя я как бы служил в Вайнторг 42, но моя армия прошла очень хорошо. под полковником, полковником, майором, часы ремонтировал и служил. Но вот что я вспоминаю, мы посещали брата своего, который старше, второй брат в армии был, дядю своего посещали, тогда еще во времена Советского Союза был маленьким мальчиком, и уже многие свидетельства, наверное, вы слышали, вдруг надо где-то что-то потрудиться, дается приказ, ответственная работа, гнобят христиан, но если что-то серьезное, ответственное, кого брали на серьезные задания? В квартиру или в дом или на дачу генералу или там полковнику, кого посылали работать? А? Ну-ка, подскажите. И свидетельств, баптистов. Не знаю, уже много лет назад прошло один, ну, как это правильно, ведущий радиопередачи, когда замок мир, кто помнит, восстанавливали, там сгорелся, ну, начался пожар, мог сгореть замок, с трудом потушили, убытка большого не принесло, но и немало принесло убытка, и ведущий передачи говорит, а я им говорил, там где-то когда шел опрос, или жеребевка была, там типа тендер разыгрался, надо восстановление замка отдать баптистам, они не пьют и не крадут. Знаете, в обществе это подчеркивается, но мы сегодня христиане, сегодня поменялось что-то ценное, если ты что-то делаешь, делай это как для Господа, и Бог будет прославляться, аминь или нет. И работаешь ты на верующего человека или на неверующего, это сейчас не имеет значения. Наш труд это служение Богу и служение людям. Наш труд это служение Богу и служение людям. Это важно понимать, друзья. Вот почему мы имеем внутренний конфликт, где отделить для Бога духовную часть или еще что-то. А теперь практика библейская. Израильские повевевальные бабки. Кто это такие были? По-нашему современному это акушерки. Это женщины, принимающие роды. И Слово Божие говорит, что так благословил Господь, хотя однажды в пропаде я говорил о том, что там и египетские были женщины, но так благословил Господь их и дома их, потому что они не делали зла, но они работали. Они выполняли свой труд так, что Бог мог благословлять их. Знаете, какую роль хотели заставить делать? Делайте аборты. А они боялись Бога. И Бог их так благословлял за то, что они делали работу так, и фараон ничего не мог ни заметить, ни сделать. И Бог прославлялся, и дети рождались. Твой труд, твоя работа, как все, что не делаешь, для Бога. Хорошо, давайте дальше. Юная служанка полководца Неймана. Она в рабстве. Маленькая девочка. Были другие служанки. И она трудится в доме у Неймана домохозяечка. Убирает, протирает, наверное, приносит, подает на стол. Мы не знаем до конца полноты работы. И когда эта девочка говорит о пророке, который есть там-то и там-то, и сходи к нему, он помолится за тебя, он взял ей и поверил. Если бы она работала так, небрежно, можно ли было верить этому небрежному человеку, который халтурит, не до конца чистоплотен, ну так, условно, да, который ворует, обманывает, лукавит, этому человеку можно поверить и собраться, идти куда-то, в какую-то страну, к некому мужику там, типа пророку, чтобы он там за меня помолился и я очистился. Скажите, что Библия показывает? Она служила у Неймана, как для Господа. Все, что не делаете, делайте, как для Бога. Труд должен прославлять Бога. Труд должен быть правильным. Хорошо, давайте мы посмотрим дальше следующие какие-то исторические данные. Тоже Библия. Лидия, торговавшая Багреницей. Богатая женщина. Она уверовала и, знаете, она говорит, приходите в мой дом, совершайте тут служение. Я открыта, все для вас. В каждый дом мы войдем. Или в то время, говоря о людях, о служителях. Подумайте об этом. Следующая книга «Бытие», 10 глава, 8-9 стих. Здесь родословие. Родословие. 10 глава, 8-9 стих. «Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом». Вы слышите, что тут написано? Он был охотник, сильный охотник перед Богом. потому и говорится сильный зверолов как Немрод и второй раз говорится пред Господом. Вот родословие, ноя, других и описываются люди. Он был сильный и Библия называет его на земле зверолов. То есть ту работу, которую он выполнял, он выполнял ее качественно, он имел успех, он доставлял какое-то благословение и Библия называет его дважды то, что он делал пред Господом. Пред Господом. Здесь, конечно же, кто-то скажет, значит, я могу целыми днями быть на рыбалке или на охоте пред Господом. Нет, друзья, не надо мудрость. Немрод был всего лишь охотником, но его имя попало в Библию, потому что он был сильный зверолов пред Господом. А давайте мы с вами задумаемся о нашей работе. Просто позволим вместо его имени поставить свое имя. давайте подумаем. Там, где ты работаешь. Вот смело. Допустим, Наташа сильная воспитательница в детском саду пред Господом. Проходит время, и родители между собой говорят, постарайтесь ребенка дать в эту группу. Там такая нянечка хорошая. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Понимаете меня, да? Или, допустим, Виталик сильный водитель пред Господом. И люди говорят, этого надо послать в этот тяжелый рейс. Он справится. Бог его благословляет. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Давайте любое время, доктор, ты учитель, преподаватель, сварщик, кто бы ты ни был, даже ты если грузчик. Андрей сильный грузчик пред Господом. Не надо стоять, смотреть, чтобы он чего не украл. Или если он побьет, или рассыпет, спрячет, и мы потом не можем понять, почему недостача. Вы понимаете, о чем я говорю? Служение Богу. Когда мы говорим о этих вещах, друзья, эта проповедь, она должна успокоить нас в чем-то и еще более побудить нас все, что мы не делаем, едим ли, пьем ли, или что иное делаем, делаем это как пред Господом. Как пред Господом. Это очень важно, друзья, церковь. Еще одно место Писания. Бытие, 28 глава, 16 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал. Что это значит? А что это было за место? Оно было особенное, Лицкое 10, или там, где ты живешь? Это был его путь, и на пути к какому-то времени он там видит сон, и там, где он лег, там, где Бог посетил, он говорит, это не что иное, как Дом Божий. Там, где ты живешь, там, где ты работаешь, там, где ты дело делаешь, если ты это делаешь, как для Господа, это не что иное, потому что Бог с тобой там, где ты. В доме Патифара, Господь, в тюрьме, кто-то сказал, на Куролесил, посадили, там с ним Господь. О, в политику полез, второй человек после фараона, да не лез он туда, там с ним Господь, аминь или нет? Люди, все, что не делает для Господа, в кабине, в кабинете, в мастерской, в цеху, там сильны, потому что то, что он делает, он делает это как для Господа. Аллилуйя! Я хотел бы спросить, понимаем ли мы вот эти божественные вещи? Понимаем ли мы эти божественные вещи? Пусть Бог поможет нам, друзья. Это очень важно. Смотрите, еще что очень интересно сказано о Давиде. Написано, Давид, он царь и воин. Я уже буду завершать. Он царь и воин. Этот человек пишет большую часть псалмов, восторга, где он поклоняется Господу. Это человек, который говорит, я семь раз поклоняюсь Богу в день. И вот, знаете, Господь помогает и дает нам все необходимое, чтобы мы успешно выполняли свою работу и успевали выполнять свою работу. И вот в 143-м псалме первый стих «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брани». Чему Бог его учит? Вы меня слышите? Когда ты что-то делаешь, как для Бога, Давид говорит, Бог научал мои руки и персты, и пальцы мои. И поэтому он не умел держать копье, он не умел держать меч, когда он перед Голиафом вышел. Все, что он умел, это иметь некую пращу и камень. И убил Голиафа, который был таким грозным. Уже потом, когда он стал служить у Саула, потом, когда ему нужно было ходить на войны, Бог научал его руки и копье держать, и меч держать. И он все сражения побеждал. потому что когда ты делаешь как для Господа, даже у станка, даже моя полы или посуду, если ты это делаешь во славу Божью, Бог научает и руки твои, и персты твои научает Господь. Аминь. Братья и сестры, церковь, это очень важно. Притча 22, глава 29 стих. «Видел ли ты человека проворного в своем деле?» Задает вопрос. «Видел ли ты человека проворного?» Кто такой проворный? Раз и пройдет, раз и успех имеет. И знаете, что написано? Он будет стоять пред царями, он не будет стоять перед простыми. Он будет стоять перед царями, перед простыми, такой человек не стоит проворный. Бог дает успех. Не мудро избрал, чтобы посрамить мудрое. Не сильно избрал. Где-то лет 17 назад, может, где-то так, может, 20, тогда еще Сергей Сергеевич был. И власти со стороны православной церкви, другой церкви начали упрекать, что немало пасторов, которые поставляются на служение ледьяконов, это бывшие заключенные, бывшие в зависимости алкоголя или еще какого-то греха. И вы их ставите, доверяете им люди, они церкви ведут и тому подобное, у них образования нет. И с их стороны это было правда. Ну, это было правда. без образования, без каких-то там родословных, духовных, хороших, да, то есть, и стали. И тогда Сергей Сергеевич, братья, наши епископа, тогда институт теологический и уже начали хотя бы что, ну, какое-то образование посылали. Помните, в церквях у нас было в церкви видео школа, потом хиоп, да, то есть, ну, разные, ну, какие-то направления. Хотя бы что, ну, с одной стороны это поучало, нас обогащало, на знание, с другой стороны для внешних тоже имело место. Но здесь мы находим глубину. Непроворные будут стоять не просто перед простыми, перед царями. Если ты свою работу выполняешь как для Господа, пойми, Бог благословит тебя. знаете, есть еще один такой пример, которым я закончу эту проповедь, эти рассуждения. Не знаю, понравились они вам или нет, но я хочу помочь вам как служитель, как человек. Был такой видающийся Божий человек, о нем описана целая книга его служения Ниемия, знаете, книга Ниемия, когда он услышал, заплакал. А давайте мы посмотрим теперь, кто такой был Ниемия. Просто посмотрим. Немножечко истории. Ниемия работал виночерпием у могущественного на то время, в прямом смысле, персидского императора Артаксерса. Ниемия выполнял служение виночерпием очень могущественного, грозного императора Артаксерса. В Библии этого нет, что я сейчас скажу, но в преданиях, в истории говорят, что у этого Артаксерса было два родных брата, которые сперва один был виночерпием, потом второй, он их обезглавил за то, что они недолжным образом совершали свое служение. Избрать на должность виночерпием это было непросто. Император или царь, он понимал, этот человек должен быть настолько верный, преданный, чтобы какого яда не подлил туда. Понимаете, о чем я говорю? ему нужно настолько верить, настолько доверять, что каждый раз, когда он подносит мне чашу с вином, я принимаю ее спокойно, там нет отравы, там нет яда. Я должен быть уверен в этом человеке. И вот этот, о котором мы говорим, неемия, представляете, как будущий на чужбине, если так можно сказать, не по своей воле служит, но как надо так выполнять свою работу, что ему доверили такую, ну, такую роль, такую ответственность. Помните у фараона хлебодар и виночерпием? Кому голову отрубили? Подскажите. За это голову отсекает, если не так. И Бог за то, что этот человек так сильно был верен, кто такой император, о котором мы читаем, Артаксерск, кто он для Бога, перед Богом? Но, во-первых, Бог настолько исследуя людей, наблюдая, он не просто благословляет Ниемию, а он избирает его на великое дело восстановления Иерусалима. К этому времени, послушайте, к этому времени Бог так сильно поднял этого человека в простой работе, которую он выполнял, что ему дают, во-первых, его отпускают, во-вторых, ему дают средства, средства для восстановления Иерусалима. Ты виночерпи, ты раб, или как тут? Как? Как? Когда ты работаешь, когда ты делаешь дело во славу Божью, Бог поднимает тебя. кто-то тебя будет предавать, кто-то тебя будет соблазнять ко греху, кто-то про тебя забудет, а Бог тебя поднимет на высоты свои. Написано, в свое время вознесет тебя Господь. И это, вы знаете, этот закон духовный, он работает во всех сферах жизни, как в работе, как в бизнесе, как в церкви, как в правительстве, это везде, даже если там присутствует грязь, все равно духовный закон не изменить. Вы меня слышите? Трансляция есть. Когда мы начали строить молитвенный дом, молитвенный дом, два человека, они, ну, они были рабочие строительных организаций, но их образование позволяло выполнять такие сложные вещи, как отметки и тому подобное. прошло время на сегодняшний день и один, и второй управители целых организаций. У меня есть хороший знакомый, он, мы дружим с семьями в какой-то мере, он доктор, его жена медик, и когда наши дети росли, мы всегда обращались, они недалеко находились, там, то уколы, то спросить, то посоветовать. Прошло время, он сегодня главврач. Эти люди сегодня занимают большие места. Это маленькие свидетельства. Как будет дальше, я не знаю. Потому что самое главное, чтобы человек принял Бога, и тогда все остальное будет сохранено Богом для человека. Это отдельная история. Я вам реальные свидетельства рассказываю того, что есть. Того, что есть. если ты выполняешь работу от всего сердца, мы, как верующие люди, мы, как дети Божьи, если мы это делаем как для Господа, значит, придет благословение. Потому что умелый работник вызывает уважение. И даже если у него нет корочек, руководитель делает так, что он поставляет. Недавно у нас свидетельствовала сестричка. кто-то помнит ее, на воскресной школе преподает. Председатель посмотрел на нее и говорит, ты будешь начальником этого дела. Говорит, у меня образования нет, я не имею права. Мы этот вопрос решим, ты будешь начальником. Кто помнит это свидетельство? Пусть она когда-нибудь сама еще раз расскажет. А почему? А почему? Пусть Бог благословит и поможет. Я знаю свидетельства. Эти люди в нашем городе живут, они в армии, не принимали присягу, и было такое событие в то время, когда они служили, и прибежал командир или еще что-то, дает определенную папку документов. Беги туда-то, туда-то, беги через лес, беги прямо, вот так и так, беги, срочно доставить туда-то вот эти документы, иначе там, ну, последствия были бы. Вот. А это верующий. Это человек, который попросил это сделать, он говорит, постоянно гнобил мертв, я выблю дурь с твоей головы. Но когда закипело жареным, кому можно доверить такое дело? Кому можно доверить такое дело? Вы знаете, как бы тебя ненавидели, все люди знают, что ты человек веры. Человек, на которого можно положиться. Итак, дорогая церковь, братья и сестры, заканчиваю это слово или уже закончу. Я хотел бы местописание ставить напоследок Псалом 18 и 15 стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Давайте мы поднимемся. Вы понимаете, что когда ты хороший работник, когда ты вызвал уважение, ты еще ничего не говоришь, когда на особенном счету такой человек придет время, когда Бог побудит тебя сказать о Иисусе, засвидетельствовать о Боге и тебя послушают, понимаешь? И к этому времени тебя послушают. Почему? Потому что все это время, все, что ты не делал, ты делал как для Господа. Это немаловажный вопрос, церковь, братья и сестры, молодежь, которая еще учится, которая устремляется вперед, желая постигать профессии и тому подобное. У Бога есть свое время, у Бога есть вознаграждение. Поэтому, когда мы говорим о триединстве человека, дух, душа и тело, оказывается, свое духовное состояние ты можешь сохранять в здравии, даже находя за станком восемь часов или более, но ты это выполняешь как для Господа. ты управляешь автомобилем и в твоей кабине Господь, и ты можешь сказать, а я не знал, ты стоишь в своем цеху, ты находишься в операционной, ты находишься где-то в кабинете, ты подписываешь важные документы, и ты думаешь, принесет это успех, хотя бы не сделать ошибку, но когда ты все делаешь как для Господа, ты скажешь, а я и не знал, как Господь вел моей рукой, как Господь благословлял мою работу, как Господь благословлял мое дело, аминь или нет, церковь, это часть твоей жизни, это удел, понимаете, это удел, и этот удел, он не просто даст тебе жизнь, а он поможет тебе и имение собрать, и богатство получить, которым будешь и ты, и дети твои войдут в наследство твое. Здорово или нет, а? Благослови